Всем привет! Очередной обзор на моем канале, который будет не совсем плановый, я планировал сделать его об одном, но, скажем так, так как случилось чудо и посылка из Китая дошла до меня за 8 дней, я сам в шоке, я решил сделать, в общем-то, обзор содержимого этой посылки. Но буду его делать по порядку и начну, скажем так, с одной из одних из позиций, которые в нем пришли. В данном случае это китайская плетенка. Если бы мне сказали о том, что я буду интересоваться китайской плетнёй пару сезонов назад, я бы, скорее всего, удивился и не поверил. Но знакомство с продукцией компании Хайба заставило меня обратить внимание, в общем-то, на плетёные лески из Поднебесной. Также я после этого проштудировал ветку на расфишинге, посвящённую китайским плетёнкам, и понял, что эта тема достаточно нашими рыболовами хорошо разведана, и, в общем-то, никаких подводных камней, если выбирать правильно, эти нет. Но для себя, как бы, я не нашёл той плетёнки, которую мне прям захотелось бы, ну, заиметь. И, в общем-то, поиски я свои продолжал, и, наверное, вкралась какая-то случайность. Я заказывал катушку очередной мульты из Китая, чтобы сделать обзор, и у продавца появилась в продаже вот эта вот плетёнка. Буквально вот я собирался заказать, она появилась, я решил, ну, скажем так, попробовать, к тому же, по отзывам продавца он сказал, что супер вообще, классная. Я решил взять, к тому же, эта плетёнка восьмижильная, а, как бы, восьмижильных китайских, ну, очень-очень мало, по крайней мере, я находил отзывов о каких-то хороших. Я решил, пусть будет вот тест вот этих вот плетёнок, к тому же, компания, которая их произвела, Lure Leader, ну, вроде, насколько я понимаю, является какой-то очень серьёзным китайским заводом, и вполне можно, скажем так, рассмотреть в качестве, ну, сделать какой-то обзор, и будет не стыдно за эту продукцию, по крайней мере, я на это надеюсь. Что ж, а здесь вы всё вот это вот видите просто для, не то, чтобы для антуража, а чтобы вы видели, что у меня есть разные плетёнки, и мне есть с чем сравнить. Практически все плетёнки, которые здесь лежат, восьмижильные. Здесь вы видите дорогое варево, с, по-моему, в районе 80 долларов за 200 метров, что я считаю, конечно, дорого, но плетёнка супер-классная. Если кому-то интересно, можете попробовать. Ну, я от неё решил отказаться из-за её цены, и, в общем-то, последнее время ловлю вот на вот этот вот G-Soul от UGK, который стоит порядка 30 долларов, что-то, за размотку 200 метров, ну, может, чуть больше. Эта же плетёнка стоит 16 долларов, кажется, да, она стоит 16 долларов, и размотка её 120 метров. Ну, что ж, давайте познакомимся с ней поближе, и я, как бы, я провёл её тест, и сейчас сравню её вот с какими-то из этих плетёнок, и, в общем-то, сделаю свои какие-то предварительные выводы и поделюсь с вами своими соображениями. Первая плетёнка, про которую хочу рассказать, это будет Lure Leader Big Game Challenger 12LB, в данном случае это 0,8 по Японии, или 0,12, заявленный производителем диаметр в миллиметрах. Соответственно, 5,5 килограмм. Прежде чем продолжить, сразу хочу сказать, что, чтобы вы мне не выносили мозг, где это всё купить, я ссылки даю в описании к этому видео. Нужно нажать «Ещё», выпадет, на Ютубе откроется вкладочка, прямо под видео будет «Ещё», нажимаете, открывается вкладочка, и там будет, в общем, описание, где я это купил. Продавец проверенный, это тот же продавец, у которого я заказывал катушки Хайба, от которого всё настолько быстро пришло, но, опять же, это, вероятно, просто какое-то везение. Ладно, давайте непосредственно перейдём к плетёнке. Итак, технические параметры я этой нитки уже сказал. Общее впечатление, скажем так, после моих всех японских ниток очень и очень положительное. Нитка мягенькая, скажем так, шелковистая, видно, что это, скорее всего, настоящая восьмижилка, без всяких обманов, потому что очень скользкая, очень тонкая, то есть, вполне 0,8 по Японии или 0,12, я думаю, что это или честный, скажем так, параметр, или очень близкий к нему. Вот по толщине я решил, опять-таки, ну, я могу сравнить, к сожалению, только визуально, никаких у меня средств для этого нету, но визуально, если сравнивать с японской, вот 0,8 от UGK, Upgrade X8, то получается, что они почти-почти одинаковые, но, скажем так, UGK, он чуть-чуть тоньше, ну, чуть-чуть совсем, в общем, может быть, это даже и оптический обман. Примерно, то есть, реально 0,8, что вот у Японии, что здесь, совпадают. Если взять, вот на этой катушке, у меня намотан старый Varivaz Max Power, который 80 долларов стоит за 200 метров, вот тоже 0,8 нитка, и ощущение такое, что вот Varivaz, он такие потоньше, он чуть-чуть потоньше, не знаю, не буду предполагать, насколько, но, опять же, учитывайте, что это 16 долларов, это, грубо говоря, 30, ну, или чуть больше, а это 80 где-то выходит. То есть, соответственно, вполне понятно, что Varivaz будет, как бы, ну, самый такой, скажем, детский, самый качественный, самый хороший. Так что никаких сюрпризов, по идее, здесь нет. Насчет Varivaz еще могу сказать, что нитка мне действительно это очень нравится, но с такой ценой, конечно, делает проблематичной ловлю на нее. Ладно, немножко отвлеклись. Так, тесты этой плетенки на разрыв я провел. В принципе, она меня не удивила ни как в положительном, ни как в отрицательном плане. Я проводил тесты свои на безузловке, и заявленные здесь 5,5 килограмм леска не выдержала на безузловке. Но, в принципе, такое, как бы, и даже у дорогих японцев, что не каждый выдерживает именно ту заявленную нагрузку, которая на нем написана. Эта леска на безузловке я поднял 4 килограмма. 4 килограмма я поднял уверенно, подержал на весу и, в общем-то, опустил. Я не стал искать какой-то разрывной момент, специально, сколько там, может, 4300 или 4500, но мне это не особо нужно. Я решил потом поднять 5 килограмм и, скажем так, 5-литровую баклажку. Я лишь чуть-чуть оторвал от земли, и леска порвалась чуть выше, там, где она соединялась с безузловкой. В принципе, я считаю этот результат более-менее, ну, не более-менее, в принципе, достаточно хорошим. 4 килограмма из заявленных 5,5 она держит, и для меня это неплохо. Сразу, как бы, имейте в виду, что я не знаю, сколько она держит на узлах, но на безузловке получился вот такой результат, который лично для меня вполне приемлем, и, скажем так, ну, ожидание оправдал выше среднего. На 4 с плюсом даже, вероятно, если по 5-бальной шкале оценку ставить. Так, что еще? Но, опять же, я не тестирую плетенки, ну, японские вообще не тестирую, грузы не поднимаю. Это я специально сделал тест больше для вас, ну, хотя и для себя тоже, конечно, было интересно посмотреть, что может китайская плетенка. Самый, конечно, основной момент, это не в том, сколько она новая поднимает и прямо сейчас, а сколько она проживет, то есть, сколько она будет примерно такую же нагрузку держать, ну, после сезона использования. Вот это, я считаю, самый главный, основной момент, который, к сожалению, сейчас проверить никаким образом не удастся. Думаю, это мы вернемся в конце сезона и уже тогда определимся, что, ну, какой-то вердикт вынесем уже такой, можно сказать, окончательный. Пока предварительно все очень и очень хорошо, мне, по крайней мере, нравится. Давайте теперь рассмотрим плетенку, которую я взял потолще 1.2 по Японии. Собственно, вторая плетенка, которая потолще, она имеет размер по Японии 1.2, 0.16, как заявляет производитель в миллиметрах, тест на разрыв 8.2 килограмма, 18 лб, этот и длину 120, размотка у нее 120 метров. Собственно, тоже, как бы, на ощупь, она уже не такая идеальная, как бы, гладкая, чуть-чуть чувствуется шершавость, скажем так, если сравнивать, ну, допустим, вот с этой плетенкой тоже 1.2, которая называется UGK Upgrade X8, она более гладкая, это однозначно, даже, не знаю, опять же, на видео это, наверное, не будет особо видно, то есть, вот, когда просто пальцами проводишь, она более гладенькая, но цена тоже ее примерно в два раза, как бы, больше, может, чуть меньше, чем в два раза. Визуально же получается, что, ну, плетенка от Lure Leader чуть-чуть все-таки потолще. Опять же, это не сильно потолще, в глаза не бросается, ну, в общем-то, ощущается так, что все-таки потолще. Я еще взял достаточно дорогую плетню от тоже UGK, это VX8, одна из моих любимых плетенок. В данном случае, это намотано у меня с катушки, я сматывал, в данном случае, вот, полторашка тоже по Японии, и примерно, ну, примерно, грубо говоря, 1.2 Lure Leader соответствует полторашке, ну, если сравнивать с Японией. Примерно, вот, они одинаковые. По крайней мере, опять же, визуально трудно так без каких-то измерительных приборов сказать, ну, вот, визуально, мне кажется, что они похожи. Что же до тестов? Заявленные, вот это, точнее, как, эта плетенка меня, ну, не то, что сильно удивила, но, в принципе, неожиданно, я не ожидал, если честно, что она будет держать реальную свою нагрузку в 8 кг. То есть, я сначала поднимал 6, потом 7, и потом на этом же тоже, на безузловке, на узле не знаю, на безузловке я вот на этом же монтаже, я не перевязывался, я легко поднял 8 над землей килограмм, поддержал и опустил. То есть, плетенка реально держит 8 килограмм. Я попытался потом поднять 9, и, можно сказать, ну, почти-почти оторвал вот этот пакет с грузом, который у меня был от земли. Но, в любом случае, фантазировать не будем, на безузловке 8 килограмм она держит без проблем. И это, считаю, очень-очень хороший результат, то, что заявленное соответствует действительности, даже пусть при немножко заниженной толщине. Что, скажем так, и у японских, и у китайских, особенно у китайских, как вы понимаете, намного чаще встречается. Они постоянно занижают свою реальную толщину, и, соответственно, там, тест пишут большой, толщина маленькая, как бы привлекают клиентов. Ну, здесь, скажем так, более-менее все честно. И плетенка оставила себе очень хорошее предварительное впечатление. Надеюсь, что я сейчас куда-нибудь придумаю, куда ее намотать и погонять ее в течение сезона. Надеюсь, что в течение сезона она нормально выдержит и нормально себя покажет. По крайней мере, я на это надеюсь, что не буду разочарован. Хотя, я думаю, кто смотрел мой канал, вы видели, что в том же Sunline X5 я разочарован полностью, который много раз меня подвел. Также у меня и Варивас меня подводил, лайтгеймовский, который пополам просто не то, что отстрел был, или просто он пополам опал и все. Хотя я, это выброс был почти 60 метров, то есть там редко, скажем так, могло что-то перетереться. И плетня была новая, третья рыбалка, но в середине он почему-то как-то оборвался. И все, и в общем-то плетенку пришлось выкинуть. И я потом полез в интернет насчет этого Вариваса и узнал, что у некоторых людей тоже были подобные проблемы. Так что, видите, не застрахованно даже покупая дорогую японскую плетню от какого-то брака или от чего-то еще. Ну вот, как альтернатива будем посмотреть на плетню китайскую, что она себя покажет. Ну и еще одна плетенка, которую я купил просто потому, что она стоит 5 долларов или 6. Вот захотелось ее взять. Это обычная четырехжилка 2.0 с тестом... Мелки-палки, не могу захватить. С тестом 12 килограмм. Я ее, честно говоря, даже не тестировал, потому что, ну, решил, что, в общем-то, незачем я найду применение. И так, я думаю, что свои честные 12 она, может, и не вытянет, но 10, 11, 9 вполне, поэтому особо смысла нет. Ничего больше о ней сказать не могу. В целом, плетение, ну, достаточно такое шершавое. В кольцах будет шуршать. Чем-то мне напомнила она Супер ПЕ, примерно в таком же размере, в 2.0. Что еще? На мульте, я думаю, для достаточно тяжелого джига в 20-30 грамм пойдет хорошо, будет лететь. Как бы и шум там не особо важен при таких весах. На мясорубку я бы рекомендовал все-таки использовать восьмижилки, так как они дальше и лучше летят, и шума меньше. А для мульта вполне и для крупного обувь подойдет, я думаю, без проблем. Остается надеяться, что только во время эксплуатации с ней ничего не случится. Она быстренье из нее, и так далее. И, в общем-то, сохранить свои какие-то свойства до конца рыболовного сезона. Да я даже не знаю, честно, буду ее использовать или нет. Ну, применение ей какое-то по-любому найду. Что ж, на этом, я думаю, мой обзор закончен. Я немножко сегодня заболтался. Почему-то хотелось сказать много. Если вам понравилось, ставим пальцы вверх. Не понравилось, пальцы вниз. Подписываемся. На мой канал будет еще много разного интересного. Еще раз спасибо за внимание. Все. Всем пока.